Девушки отдыхают Целые экосистемы Земли Вместе с комфортом Мы получили огромное количество Веществ, ранее не существовавших В природе Их воздействие на нас очевидно Но каковы будут последствия Я и любой из нас Регулярно подвергается этой опасности Этот фильм о том Насколько удобным стал мир И какую цену За этот доступный комфорт Заплатит каждый из нас Токсины всегда существовали В природе Бактерии, ставшие причиной чумы Вирусы Ядовитые растения и грибы А также змеи, пауки И многие существа на Земле Наделенные отравляющим воздействием Все это Источник натуральных ядов Стремительное развитие цивилизации И технологического прогресса Дало человечеству Невероятные возможности По созданию комфортного мира В результате Появилось огромное количество Искусственных токсинов Они получили название Ксенобиотики Ксенобиотики Это соединение, которое Абсолютно чужеродный организм Этих веществ накопилось Достаточно много И они стали оказывать Негативное воздействие На обитателя Окружающей среды Еще в прошлом веке Количество созданных Человеком вредных веществ Исчислялось десятками И казалось, что их уже много В 1974 году Был создан первый список Приоритетных загрязняющих веществ Туда вошло 129 соединений 14 металлов И остальные Это органические соединения Это то, что точно вредно Для человека А вот сейчас сделали список И вот там уже 3000 соединений Попадая в организм человека Ксенобиотики могут снижать иммунитет Вызывать аллергии Становиться причиной рака И аутоиммунных заболеваний Влиять на наследственность Изменяя геном носителя Попадая в природу Они могут оставаться в ней Многие годы Загрязняя и убивая Целые экосистемы Для того, чтобы понять Насколько изменился Окружающий нас мир Мы проведем исследование Образцов воды, почвы и воздуха Проверим их на содержание Различных примесей Постараемся определить Источники токсичных веществ Разберемся, насколько они опасны И есть ли у нас защита От этих чужеродных Для нашего организма Веществ Атмосфера планеты Подвергалась загрязнениям Задолго до появления человека Засухи, наводнения Выбросы газа из болот и океанов Лесные пожары и вулканы Все это влияет на чистоту воздуха Но природные загрязнения Несравнимы с тем количеством Вредных выбросов Которые попадают в воздух В результате деятельности человека Даже когда промышленные выбросы Стали контролироваться И на смену тепловым станциям Пришел атом Воздух не стал чище Изменился источник Токсичных выбросов В крупных городах Процент выброса вредных веществ От автомобильного транспорта Превышает 95% То есть подавляющий вклад В загрязнение воздуха Вносит, конечно же, автомобильный транспорт Главным загрязнением Является то, что идет Из выхлопной трубы автомобиля Часто мы не чувствуем Мгновенного воздействия токсинов На наш организм Все зависит от количества Вредных веществ Собственно говоря, это ПДК и есть Что такое ПДК? Это предельно допустимая концентрация То есть если вещества Где-нибудь в воде, которую ты потребляешь Больше этого значения То, потребляя эту воду В течение всей жизни Ты нанесешь себе вред А не то, что ты один раз Раз, и все, тебе стало плохо очень Но если концентрация вредных веществ Превышает допустимую дозу Отравляющий эффект может наступить Довольно быстро Самый наглядный пример Автомобильные пробки Максимальное загрязнение Когда автомобиль останавливается Или быстро-быстро разгоняется Поэтому около светофоров На больших трассах Вот эта зона опасности Достаточно большая Но эту опасность Мы часто не воспринимаем всерьез Так случилось с Михаилом Когда заурядная поездка на дачу Едва не стала для него последней В тот день я, как обычно, собрался Выехал пораньше Но отъехал километров 10 И попал в пробку Пробка жутко совершена Сегодня пробки Это постоянная составляющая нашей жизни По данным статистики Российские автомобилисты Проводят в них 90 часов в год Или почти четверо суток Пять метров едем Полчаса стоим У меня бензель стал заканчиваться Я, чтобы сэкономить, выключил кондиционер Открыл окна Это привело к тому Что Михаил начал дышать выхлопами От стоящих рядом машин Концентрация вредных веществ В которых в несколько раз Превышала допустимую норму Чувствую Голова закружилась Потом в груди что-то закололо Тошнить начало Думаю, что-то не так Отъехал на обочину И помню, что последнее, что Как двигатель выключен Очнулся уже в больнице Когда моторы не выключаются Все газуют Уровень выхлопных газов Вот в этом месте Он безумный Вплоть до острых отравлений Не то, что там ПДК Когда-то, если ты всю жизнь проведешь пробки То тебе станет плохо Нет Вот прямо несколько часов И у тебя проблемы Думал, все Сердце или там Фарат Ну, врач пришел Сказал, что Отравление Угарным газом Как на пожаре Причиной отравления Михаила Стали оксиды азота И угарного газа Образующиеся в результате Сгорания автомобильного топлива Даже небольшое количество Этих токсичных веществ Попадая в организм Может вызывать сильное отравление Вплоть до летального исхода Спустя несколько дней После этого случая Михаил вернулся К обычной жизни Но теперь Попадая в пробку У него есть свой Способ защиты От токсичных выхлопов Теперь Окна не открываю Есть бензин Нет бензина Все равно Вот И людям спасибо То могли бы Мимо проехать бы И, знаешь И все Я бы сейчас тут И не сидел бы И не разговаривал бы С вами Такая вот ерунда Серьезное отравление Можно получить Даже стоя рядом С автомобильной пробкой В пробах воздуха Взятых нами В десяти метрах от дороги Концентрация угарного газа Превышала ПДК В полтора раза Выше допустимых значений Оказался и показатель Оксидов азота Опасные вещества Образуются в воздухе Не только при сгорании Автомобильного топлива Так Обнаруженный в пробе Токсичный бензопирен Встречается и в повседневной жизни Например В пережаренном на костре мясе Или в дыме От пригоревшего на сковороде масла Бензопирен Кстати Самый известный Экотоксикант С точки зрения канцерогенности Его измеряют везде По всему миру Это хорошо Это правильно За чистоту воздуха Сегодня бьются ученые Всего мира Пытаясь получить Формулу чистого топлива Наука петролиомика Появилась Когда пытаются Как можно полнее Разобраться С составом Нефти Или нефтепродуктов Чтобы сделать их Менее Вредными Для использования Не сами уже нефтепродукты А вот продукты Их сгорания Чтобы в этих продуктах Не было ничего Как показывает история Люди довольно часто Ошибались С определением опасности Это сейчас При упоминании слова Радиация Срабатывает рефлекс Мы понимаем Что это угроза Но когда радиация Была открыта Об этом никто не догадывался Пока Люди не стали умирать В 1901 году Мария Кюри Открыла эффект Радиоактивности Это породило Эйфорию В моду вошли Духи радиация Крем для лица Радий Зубная паста Часы И радиоактивный шоколад Стали обычным Ассортиментом Магазинов В обувных салонах Массово использовали Рентген Для примерки обуви Когда человек Надевал ботинок Ногу внимательно Изучали с помощью Излучения Как человеку С тонким обонянием Мне дико интересно Как звучал Парфюмерный букет Духов Радиация Сколько людей Пострадало Из-за этого Смертельного аромата Сложно себе представить Таким же наивным Было представление Человека о токсинах Казалось Что планета большая Где-то до середины 60-х годов Считалось так Что все выбросы От производства Сможно совершенно Спокойно Выбрасывать В воздух В море В реке Считалось Что это безопасно Считалось Что природа Справится С этими выбросами И они Не такие большие Эта история Началась 20 тысяч лет назад Именно тогда Появилось Аральское море Еще в 1960 году Оно было Четвертым По величине Озером в мире Его площадь Составляла 68 тысяч Квадратных километров Но по размерам Это сопоставимо С Латвией Или как Две Бельгии Сложенные вместе Или как Бесчисленное количество Лихтенштейнов В 1960-х годах Рядохимикаты И пестициды Которые Несколько десятков лет Щедро обрабатывали Поля с хлопком Превратившись в пыль Они разносятся На десятки километров Убивая Все живое Вокруг Теперь Там нельзя жить Мы убили Эту экосистему Оставив там Только ядовитую пыль В нашей жизни Мы часто сталкиваемся С вещами Которые Расходуются Как бы бесследно Например Мы ездим на автомобиле И шины Изнашиваются И мы не задумываемся Куда девается Та часть покрышки Автомобильной Которой На сегодняшний день Уже нет Мы думаем Что она просто закончилась На самом деле Все это превращается В пыль Песчинка дорожной пыли Она настолько ничтожно мала Что ее сложно увидеть Но вы удивитесь Когда узнаете Ее состав Чего здесь только нет Бензин Дизель Битум Асфальт Металлическая Пыль От автомобильных колодок Это то Из чего на 80% Состоит ничтожная Невидимая Песчинка С автомагистрали Дорожную пыль Условно Можно разделить На два типа Первый Это смет Она малоподвижна Ее размер Более 10 микрон Это крупная пыль Которую мы видим На обочинах дорог Окнах Колесных дисках И самих автомобилях Наиболее заметна Она летом Но и зимой Ее не меньше Чтобы понять Из чего состоит Дорожная пыль И насколько она Токсична Мы собрали снег С обочины И попытались Выяснить состав Этой придорожной смеси Когда снег Растаял На поверхности воды Образовалась плотная пленка Из остатков Топлива и масла Тяжелые частицы Образовали осадок Которые мы отделили От крупных элементов И исследовали Их состав Ртуть Ртуть Кадмий Свинец И мышьяк Это лишь малая часть Всего набора Химических элементов Которые мы обнаружили В пробе Второй тип пыли Это аэрозоль Невидимая пыль Размер частиц Которые от 2 до 10 микрон Что сравнимо С размером бактерий Живущих внутри Нашего организма Это фактически Неуправляемая аэрозоль Небольшие частички Они летят по всей нашей планете Они испаряются Уходят В облака Вместе с облаками Переноси И выпадают На других территориях Поэтому они являются Планетарными загрязнителями И что принесет нам Эта невидимая пыль Химикат Распыленный за тысячи километров От нас Или новый вирус Мы не знаем Но будь то химия Или инфекция С помощью пыли Распространяется она С невероятной скоростью Недавний пример Супервирус Он появился на городском рынке Одной из китайских провинций В декабре прошлого года А спустя всего Несколько дней О нем знал весь мир И пока вся планета думает Откуда взялся Новый коронавирус Всемирная организация Здравоохранения Еще в 2005 году Включила в свои рекомендации Одно очень существенное Наполнение Которое не только указывает На один из возможных путей Заражения вирусом Но и объясняет Его способность К стремительному распространению Неся на себе Вредные вещества Эти микрочастицы С легкостью Могут проникать В лимфатические узлы Оседать на альвеолах легких Более глубоких отделах Дыхательной системы Что может вызвать У человека развитие Бронхиальной астмы Или хронического бронхита Опасность заключается в том Что мы никогда не узнаем заранее Что нам принесет попутный ветер Вирус из Азии Или частицы токсичных веществ С другого конца света Современный мир дает нам новые возможности Взамен мы получаем новую жизнь В которой персональная защитная маска Как необходимый атрибут Похоже уже стала реальностью Еще недавно фильтр в автомобиле Был дополнительной опцией Сегодня он стал необходимым средством Защиты от токсичной пыли Если человек передвигается на машине То по крайней мере Надо регулярно менять Там пылевой фильтр Да Который в салоне Да Потому что то чем он дышит До определенного момента Это очищает Если вовремя не поменяли То извините Только небольшое добавление Теперь поездка в машине С открытым окном Это очень рискованный шаг Это территория машин И для человека Это опасная зона Субтитры создавал DimaTorzok Его нет Но есть метод Охота продолжается С 8 ноября По воскресеньям На первом Что такое волосы для нас женщин? Наши украшения И источник силы А если ломкость становится проблемой Нам нужен новый понтин с бятином и бамбуком Сила бамбука снижает ломкость на 96% Волосы супер сильные Чтобы каждая чувствовала себя королевой Пантин Лучшие друзья достойно лучшего Аппетитные блюда Цезарь С сочной говядиной и отборными овощами Очень понравятся вашему другу Итак, прием антибиотиков Как с первого дня бороться с дисбактериозом? Хиллокфорта Его активные метаболиты Готовы действовать с первого дня приема антибиотиков Хиллокфорта Кишечнику комфортно Не люблю ограничения, навязанные сухостью кожи и перхотью Не приближайся, не прикасайся Новый Heaven Shoulder Supreme С формулой двойных масел Питает сухую кожу головы, борется с перхотью И дарит роскошные волосы Приближайся, прикасайся Нет перхоти, нет ограничений С Heaven Shoulder Supreme Вот ведь, я извиняюсь Так я что говорю? Тот платит проценты за телевизор А этот за туфли жены А этот за плитку в ванной Кто? Да магазины Они за тебя проценты банку платят Когда совершаешь покупки халвой Покупайте в рассрочку по халве А проценты оставьте магазинам А ты знаешь, почему я Игоря уволили? Говорят, он пил чай с правой палочкой О, чем человек думал, а? О, мой Левая к чаю, правая к кофе Смотри, не перепутай и выигрывай призы Отдвикс Сложные загрязнения? С ними справится только главный по жиру Ха! Для посудомойки у меня есть новые капсулы Fairy Platinum Plus Они очищают, растворяют и удаляют Самые сложные загрязнения с первого раза Лучше самых продаваемых таблеток Да, блестящая работа Новый Fairy Platinum Plus Босс чистоты Раздражаетесь по любому поводу Или поддаетесь тревоге? Хорошо, что есть новый посид Который содержит экстракт симметраф И противотревожный компонент Его двойное действие Помогает бороться с нервными состояниями Новый посид Двойное действие против раздражительности и тревоги Когда речь идет о самых маленьких У нас самые большие требования Поэтому мы создали трусики Pampers Premium Care С технологией мягкости 3D Soft Такие мягкие, что малыш едва ли их заметит Они сохраняют сухость до 12 часов А сделаны они из ультрамягких воздушных материалов Pampers Premium Care Просто роскошные трусики Новые трусики Pampers с малышариками уже в продаже Лимитированная серия Важное сообщение Россия выбирает Киттикэт Бренд номер один В чем секрет энергии кота Бориса? Что помогает ему исследовать мир вокруг? Источник энергии кота Бориса Киттикэт Который дает ему силы для новых приключений Киттикэт нашел А где конфеты? Киттикэт Еда энергичных кошек Когда простуда атакует Примите ринзу с парацетамолом усиленного действия Она активируется быстрее обычных средств И борется с симптомами простуды На ночь горячий напиток с витамином С А днем ринзу в таблетках Ринза Комплексное лечение при простуде с парацетамолом Выхожу на площадку И вот я уже императрица А в жизни моя корона Это мои волосы Чтобы спасти их от повреждений Нужен королевский уход Новая коллекция понтин Это интенсивный кератин реконструктор Который преображает волосы от корней До кончиков Мои волосы Моя корона Печенье Чокопай Манго 89.90 Пятерочка выручает Мы многое поняли за это время И теперь знаем Что можно стать ближе Находясь за 3-9 земель Что своих не бросят среди чужих Что доверие Ничто не заменит А уважение зарабатывается труднее всего Что дети нас учат А на учителей молиться надо Что за немногих Можно отдать многое Что интернет Это реально выход А клик производный Откликнется Что время Может стоить жизни А жизнь стоит того Чтобы немного подождать Что настоящие герои Не снимаются в кино Усвоили, что руки Должны быть чистыми И выходит Хорошо там, где мы есть Что один в поле Воин Что движение Жизнь Будьте ответственны Ради своих близких Еще несколько лет назад Понятие кислотный дождь Было у всех на устах Со временем Широкое применение Этого термина прекратилось И кажется Актуальность угрозы пропала А что сегодня? Насколько моросящий дождь Может быть опасен Для каждого из нас? А вдруг он кислотный? Термином кислотный дождь Обозначаются все осадки Дождь, снег, град И даже туман Чтобы выяснить Что падает на нас с неба Мы взяли пробы снега И воды из городского водоема И исследовали их состав Осадки формируются В атмосфере На высоте нескольких километров Где под воздействием ветра и влаги Появляются дождевые облака Хотите узнать Из чего состоит Капля дождя? Ну так давайте посмотрим Что у нас здесь имеется Это кислород и водород Привычные компоненты воды Ну а все остальное Это результат взаимодействия Воды и человека Оксиды углерода Серы Азота Кислотность дождя Зависит от количества Оксидов серы и азота Которые попадают в воздух В результате выбросов От автомобильного транспорта Металлургических предприятий И тепловых станций Те количество вредных веществ Которые выбрасываются В воздушный бассейн Москвы Они никаким образом Не способны создать кислотные осадки В опасности для здоровья человека В части интоксикации Вредными веществами Здесь конечно же не прослеживается Но даже небольшое количество Примесей в дожде Может стать для человека Причиной серьезного отравления В экологии это называется Система бумеранга Мы загрязняем Но при всем при этом В какой-то момент Мы получаем назад Причем бывает В таких концентрациях Больших Чем мы загрязняем Кислотный дождь Попадая в почву Растворяя содержащиеся в ней Тяжелые металлы По сути превращая их В водный раствор Который затем как губка Впитывает корни Различных растений Ягод и грибов Грибы кушать нельзя Они любят собирать Тяжелые металлы При приготовлении пищи Тяжелые металлы Никуда не деваются Многие вещества Они чрезвычайно стойкие Для них Эта обработка Не является критической Они сохраняют Все свои опасные свойства И мы их В концентрированном виде Принимаем Внутрь То есть мы сами Себя отравляем Даже если гриб съедобный Употребление его в пищу Может стать рискованным шагом Проведенный Новосибирскими учеными Эксперимент Подтвердил это опасение Собранные в лесу Белые грибы Замочили в воде И стали замерять В них уровень Содержания тяжелых металлов После восьми часов Количество мышьяка Меди, стронция И марганца В грибах Снизилось на 80% Грибы оставили в воде Еще на 2 часа Полученные данные Были неожиданными Для ученых За это время Грибы впитали в себя Все ранее выделенные металлы Концентрация которых В образцах Достигла фактически Первоначального уровня Тяжелые металлы Это опасные токсины Они могут накапливаться В печени, почках И костях Мышьяк может провоцировать Появление рака Свинец Разрушать костную ткань А акадмии Приводить к анемии У природы Нет спасительного зонта В современном мире Заходя в лес Безопаснее всего Вести себя Как в музее Где можно любоваться Дарами природы Но есть экспонаты Не рекомендуется Гениальное На мой взгляд Изобретение Сегодня Шезлонг Стал одним из самых Популярных предметов В мире Чуть менее Ста лет назад Было сделано Еще одно открытие Которое дало Человеку защиту От опасного Ультрафиолета Солнцезащитный Крем Еще недавно Его использование Не вызывало Опасений Однако Современные Исследования Показали Насколько Токсичными Могут быть Некоторые Компоненты Входящие В состав Защитного Крема Закон Запрещающий Использование Кремов Содержащих Оксибензон Был принят В Палау И на Гавайях Опасный Компонент Из крема Поставил Под угрозу Существования Основную Достопримечательность Островов Коралловые Рифы Оказалось Что попадая В воду С кожи Туристов Крем Не растворяется В воде Он как Ядовитая Мастика Обволакивает Ветви кораллов Затем Оксибензон Проникает Внутрь растения И меняет Структуру Его ДНК В результате Взрослые растения Становятся Стерильными А молодые Ростки Теряют Способность Прикрепиться К камням И формировать Новые Рифы Еще более Неожиданным Оказались Результаты Исследования Проведенного Российскими Учеными Есть вещество Авобензон Это протектор Против Ультрафиолетового Излучения То есть на пляжах То есть Ну практически Все композиции Современные Они содержат Вот это вещество Само вещество Является безопасным Для человека Неожиданным Стал эффект Его взаимодействия С хлорированной Водой Если ты заходишь В хлорированный Бассейн То вот этот Активный хлор Начинает взаимодействовать С этим веществом И у тебя Прямо на коже Начинают идти Химические реакции В том числе Образуются Ну например Такие вещи Как хлороцетафеноны Это вообще Такое полубоевое Отравляющее вещество Конечно Концентрация Этих соединений На коже Мизерная Но это показывает Насколько мало Изучены даже Те вещества Которые мы Используем В повседневной жизни Это требует Все-таки Задуматься И провести Какие-то Дополнительные исследования Насколько Насколько Вот эти Побочные продукты Трансформации О которых Никто не задумывался Опасны Вдруг они там Существенно опаснее Чем это исходное вещество И тогда Уже надо делать Какие-то выводы В отличие от доказанных Вредных веществ Есть и мифические Которые мы придумали Себе сами Один из таких мифов Шлаки Утверждается Что они накапливаются В нас Образуя Залежи Загрязнений Правда Непонятно То место В организме Где конкретно Они откладываются И пока Одни верят В это Другие Прекрасно Зарабатывают На этом Абсурдном мите Токсины Это действительно Сугубо Медицинский термин Да Микробиологические Шлаки Это Нечто Из области Уже Наверное Какой-то Ну Полуфантастики Наверное Шлаками Можно назвать Загрязнение В канализационной трубе И Бытует мнение Что Наш толстый кишечник Это примерно То же самое И это конечно Неправда Абсолютно То есть Термин Шлаки Конечно Неприменим Абсолютно К желудочно-кишечному Тракту Человек Несмотря на это Сотни тысяч Людей Ежегодно Проходят Различные Процедуры Очищая От шлаков Лимфу Печень Почки Кожу И кишечник Часто Не понимая Последствий Подобных Процедур История Надежды Увы Не уникальна Когда у нее Заболел Живот Для устранения Недуга Вместо Посещения Врача Она решила Воспользоваться Советом Лучшей Подруги Начал Беспокоить Кишечник Подруга Посоветовала Мне поехать Попробовать Сделать Очищение Организма Идея Показалась Мне Удачной Я поехала Подруга Плохого Не посоветует Но обязательно Сдай Биохимический Анализ Крови Потому что Только здоровый Человек Может вынести Такую чистку И в тот момент Меня абсолютно Не насторожило То, что Человек Оказывается Должен быть Здоров А у меня Вроде как Живот болит В общем Я согласилась Проверили Биохимическую Анализ Крови Оказалось Что она Здорова Оказалось Что она Здорова И поэтому Ей решили Сделать чистку Сначала Использовали Нарзан Трежды Вливали По 25 литров Эта процедура Называется Гидроколонтерапия Или мониторная Очистка кишечника Представляет собой Следующее В кишечник Через задний проход Вводится большое Количество жидкости Объём жидкости Сильно никто Не контролирует Поэтому До куда Эта жидкость Дойдёт До средних отделов Толстого кишечника Или даже До тонкого кишечника И всосётся Мы не знаем Желудочно-кишечный Тракт Работает Только в одном Направлении Сверху Вниз Вся пища Попадает Пищевод Где кислота Убивает 90% Всех микробов В тонком кишечнике Всасывается Всё полезное А в толстом Отделе кишки Формируются Отходы Если при гидроколонтерапии Жидкость Вводимая В кишку Вынесет Все вредные Вещества Из толкностого Кишечника Обратно В тонких То эти вредные Вещества Начнут всасываться Всё это Попадёт В печень И создат Большую Токсическую нагрузку Гидроколонтерапия Оказывает на наше Микробное сообщество Эффект Который можно сравнить С употреблением Сверхсильного Антибиотика Только в случае Употребления Антибиотиков Вы как бы Убиваете Всех тех микробов Которые у вас В кишечнике Но не вносите Ничего постороннего А в случае Гидроколонтерапии Вы мало того Что смываете Свою микробиоту Вы легко Можете внести Туда посторонние Микроорганизмы Эти микробы Могут начать Жить в кишечнике Вызывая проблемы И заболевания После промывания Я стала чувствовать Что что-то не так Но мне ответил Доктор Что всё в порядке Нормально Нужно просто Восстановить микрофлору Отступать было поздно И Надежда Продолжила процедуру Ввели 200 граммов Пробиотика Неизвестного состава То есть Какая-то смесь Из микробов После чего Ввели 400 граммов Лечебной грязи Живот надулся И я чувствовала себя Как воздушный шар Я не могу передать Как это было больно А главное Ничего нельзя было сделать И ничем не могли Не помочь В общем Сказали мне Что мы всё сделали Дети домой После такой чистки Когда было Три повреждающих действия Нарушение электролитов Нарушение бактерий И попадание в кишечник Вещества тяжёлого Которое не может выйти Естественным путём Нам пришлось действительно Лечить эту пациентку От заболеваний Которые развились В результате чистки кишечника После всех этих процедур Мне пришлось обратиться В обычную клинику Где мне к счастью Помогли Вылечили Ну и с тех пор я поняла Что не надо заниматься Самолечением Наивно полагать Что с помощью клизмы Грелки И прочего диковинного инвентаря Мы сможем избавиться От токсинов Которыми наполняли планету Более столетия Все эти диковинные процедуры Противоречат Физиологии человека И здравому смыслу Важный момент Дело в том Что наше микробное сообщество Оно огромное И многокомпонентное И в нем есть Микроорганизмы Которые играют Очень важную Положительную роль Для нашего здоровья Но есть и небольшая группа Микроорганизмов Которые на самом деле Продуцируют вещества Токсичные Для человека Некоторые бактерии В кишечнике Перерабатывают белок И выделяют Вредные вещества Индол, скотол Некоторые даже метан Они выделяют Да, это факт Это позволяет По-новому Посмотреть на Сверхпопулярные Сегодня диеты С употреблением Большого количества Продуктов Содержащих белок Которые содержатся В мясе, птице, рыбе Кукурузе Капусте И бобовых А также В бананах Финиках И апельсинах То есть Не опасно Поедание самого белка Как такового А опасно то Что Длительное время Употреблять Только один белок И не употреблять Растительную пищу Мы тогда сдвигаем Наше микробное сообщество И поворачиваем его Из дружелюбного Во вражеское Таким образом Бактерии Способные Производить токсины Постоянно живут Внутри нас Но огромное количество Микробов С пищей Водой И воздухом Может попадать В наш организм Извне Например Клостридии Стофилококки Бактерии Вызывающие ботулизм И многие другие Токсичные вещества Выделяемые ими Могут приводить К серьезным И тяжелым заболеваниям Чтобы вредные вещества Производимые бактериями Не отравляли наш организм А выводились из него Достаточно соблюсти Всего одно правило Полезных бактерий В организме Должно быть больше Чем плохих И как это сделать? Вопрос хороший Ответ на него Ученые искали Более ста лет И кажется Нашли Сейчас узнаем Сначала появились Пробиотики Затем Пришло время Пребиотиков И наконец Наступила Светлая эпоха Метабиотиков Ученые утверждают Что это наше будущее Давайте заглянем Все мы знаем О пробиотиках Это препараты Содержащие Живые бактерии Как оказалось Полезный эффект От них Связан Не с самими Бактериями А с веществами Которые Они вырабатывают Внутри Нашего организма Эти вещества Получили название Метабиотики Это биологически Активные Компоненты Которые Получены Из тех Микроорганизмов Которые Населяют Организмы Человека Или которые Ему Сродственны Ученым Пришла в голову Идея Использовать Для борьбы С инфекцией Не сами Бактерии А производимые Ими Полезные Вещества И посмотреть На результат Он оказался Удивительным В отличие От живых Бактерий Которым Надо пройти Агрессивную Среду Желудка Попасть в кишечник И только тогда Начать вырабатывать Полезные Вещества Метабиотики Начинают Работать Практически Сразу Попав В желудочно-кишечный Тракт Из капсулы Высвобождается Миллион Полезных частиц Которые Представляют Собой Циолит Царбент Для сбора Токсинов И аллергенов Пребиотик Пища Для собственной Микрофлоры И метабиотики Вещества Которые Производят В нашем организме Сенная палочка Эта бактерия Является врагом Таких патогенных Организмов Как сальмонелла Стофилокок И стрептокок Произведенные Этой бактерией Активные метаболиты При попадании В организм Активируют Работу клеток Иммунной системы Кишечника Повышая Сопротивляемость Организма Болезням Также Сенная палочка Вырабатывает Метаболиты С ферментной Активностью Которые Способствуют Улучшению Пищеварения Когда пища Внутри Организма Не может Перевариться Её остатки В кишечнике Подвергают Сображению И гниению С образованием Токсичных Для организма Соединений Микробные Ферменты Расщепляют Те вещества Которые Не могут Переварить Наши собственные Предотвращая Тем самым Интоксикацию Организма Самым удивительным Оказалось Что метаболиты Могут подавлять Размножение Вредных бактерий Действуя Подобно Антибиотикам Но при этом Имея одно Очень важное Преимущество Любая живая Культура Да Она может Формировать Резистентность К действию Различных Препаратов В первую очередь Антибактериально Живые Могут Эту резистентность Передавать А метабиотики Живого Не содержат И передавать Они соответственно Вот эти вещи Не могут Уже сейчас Звучит Официальный термин Постантибиотическая Эра Я всегда считал Что супертоксины Существуют Только в фантастических Рассказах Где они наполняют Нашу планету И приводят К ее полному Уничтожению Но в наши дни Эта фантазия Становится Суровой реальностью И чем Закончится Эта история Зависит Только от человека Новый Орлеан Река Миссисипи Город Который Живет Музыкой Ради нее Люди Приезжают Меня всегда Привлекало Качество Этой музыки И то Какое воздействие Она оказывает Новый Орлеанский Ритм Его задает Большой барабан На четвертую Долю За то Что из всего Этого возникло А джаз Блюз Должны быть Благодарны Все человечеству В 50-х И 60-х Там жили Такие легенды Как Рэй Чарльз Сэм Кук Литл Ричард Оретто Франклин Айк И Тина Тернер Возможно Это единственный Город в мире Где музыкантов Чувствуют Как королей Я горжусь Что бывают Моменты Когда я чувствую Как дух Луи Армстронга Проходит сквозь меня Он живет Во всех нас Звуки улиц Новый Орлеан Город музыки Премьера Завтра На первом Все хорошо, детка Все хорошо А я отвечаю Ду-ду-ду Почему малышам нравится Нистажен 3 С ним уже хватит А вот это отлично Приятные молочные нотки Нистажен 3 Животик не мешает мне спать Мамы выбирают Нистажен 3 За высокое качество И привлекательную цену Нистажен 3 С уникальными Лактобактериями И пребиотиками Без пальмового масла Что нужно Для счастливого роста Нистажен 3 Счастье начинается С животика Это Максим И он многое умеет Как и его Сберкарта Виза Максим умеет Меняться в лучшую сторону А Сберкарта Умеет становиться бесплатной Максим умеет Разбираться в еде А Сберкарта Накапливать бонусы Максим умеет Радовать близких А его Сберкарта Зарабатывать еще больше бонусов Чем больше покупаете Тем выгоднее условия Оформите онлайн На Сбербанк Точка ру Сберкарта Виза Умеет быть выгодной В мире Бифиформ Нет места дискомфорту В животе Миссия Восстановление иммунитета И микрофлоры Активируем Двуслойную капсулу Бифиформ Она доставляет Миллионы полезных бактерий Прямо в кишечник Для борьбы с диареей И дискомфортом Иммунитет И микрофлора Восстанавливаются Бифиформ Уверенность Идущая изнутри Бифиформ Крем-краска Экселанс Всем привет Замечаете что-нибудь? Это же седина Крем-краска Экселанс От Лореаль Париж Когда еще будет возможность Увидеть такое до и после? 100% за окрашивание седины И насыщенный стойкий цвет Я так счастлива Бум Вот о чем я говорю Мы этого достойны Ба Бон Пари Попробуй отбери Орешки, которые так любит Игорь Превращаются в острые частички Застревающие под зубным протезом Крем-корега Обеспечивает всестороннее прилегание И предотвращает попадание частичек пищи Под протез Крем-корега Максимальное прилегание Когда речь идет о самых маленьких У нас самые большие требования Поэтому мы создали Трусики Памперс Премиум Кеа С технологией мягкости 3D-софт Такие мягкие Что малыш едва ли их заметит Они сохраняют сухость до 12 часов А сделаны они из ультрамягких Кошек выбирают корм Пурина Уан Выбор номер один в России Лазер-лазер Ревиталифт-лазер от Лореаль Париж С гиалуроновой кислотой Корректирует морщины Укрепляет И ремодулирует Эффективность В сравнении с лазерной процедурой Поражает Вот что я называю Действенным уходом Ревиталифт-лазер От Лореаль Париж Мы этого достойны Бизнес-старт Решение для уверенного старта И развития бизнеса Мы видим больше Сбербизнес У Саши опять заболела спина От боли в спине Он использовал вольторен С тройным действием От боли Воспаление и отека Его активный компонент Имеет самую высокую Противовоспалительную активность Среди аналогичных средств Праздник удался Вольторен Номер один назначаемый препарат От боли в мышцах и суставах Представляем лечебный пластырь вольторен Один на 24 часа Для меня правильное утро Это растяжка И любимые хлопьяные Слефитнес Цельные злаки И витамины группы В Для обмена веществ Полезно и вкусно Покупай фитнес И выигрывай сертификаты На спортивные подарки Первым участникам Гарантированы призы Есть маски В которых ныряют Ездят И даже летают Карнавальные И театральные Косметические И космические Есть маски для спортсменов Рабочих Героев И супергероев Есть маски Которые пугают Скрывают Или привлекают И есть маски Которые спасают Носите маску Берегите себя И своих близких Впервые мир Узнала об этом Супертаксине В 1961 году Во время войны Во Вьетнаме Где диоксины Распыляли с воздуха Для уничтожения Зарослей джунглей В которых Скрывались Отряды партизан Диоксины Образуются В результате горения Когда температура Не превышает 1200 градусов Это и двигатели Внутреннего сгорания Это и сгорящие свалки Заводы металлургии Это и энергетика Это и пожары Вот все Что содержит хлор И все Что горит Везде будут Побрасываться Вот эти диоксины Они обладают Способностью Накапливаться И длительное время Сохраняться В окружающей среде И организм Там Человек И животных Последствия Отравления диоксинами Могут проявляться Спустя годы Вызывая Различные Заболевания Включая Там эмбриональную Патологию Выкидыши И различные Формы раковых Заболеваний Чтобы понять Сколько Этого супертоксина Содержится В окружающей Нас среде Ученые Исследовали Территорию Рядом с одной Из заброшенных Подмосковных Свалок Свалки В период Их горения Являются Самыми Активными Источниками Этих Веществ Результаты Исследования Оказались Шокирующими Значит Нами Установлено Достаточно Большое Количество Вот этих Диоксинов Оказалось Что вот Животные Забирают Из окружающей Среды Наиболее Опасные И токсичные Формы Этих Веществ Концентрация Супертоксичного Вещества В нескольких Километрах От города 38 раз Превысило Предельно Допустимую Норму Это в 12 раз Больше Чем сегодня На территории Вьетнама Где супертоксин Использовали В составе Химического Оружия Понимаете На это Надо Реагировать Во всем Мире С диоксидами Проблемы Борются И у них Получается Проведенные Нами Собственные Исследования Воздуха Воды И почвы Показали Что за последние 100 лет Токсичные Вещества Стали постоянной Составляющей Нашей жизни Они среди Нас И с большой Вероятностью Есть И внутри Нас О Интересный Поворот Такая Информация Может легко Довести до Фобии Не верите? Давайте Тогда Заглянем На чашку Чая К Элизабет Но сначала Надо тщательно Почиститься Элизабет Трудно Назвать Гостеприимной Хозяйкой Пустить Нас В свой Дом Она Отказалась Найдя Для этого Весомые Аргументы Я Не могу Пустить Вас В дом Много Ядовитых Чистящих Средств Сегодня Используется Для уборки В офисах Гостиницах И особенно В уборных Все эти вещества Очень опасны И попадают На одежду Поэтому Я просто Снимаю Ее здесь Оставляю Снаружи Чтобы одежда Проветрилась Все началось С обычного Визита К стоматологу После которого По мнению Элизабет У нее Открылись Удивительные Способности Она стала Чувствовать Все токсичные Вещества Вокруг Стоматолог Установил Мне амальгаму В которой Содержится Ртуть В тот момент Я почувствовала Сильное Жжение Во рту Когда я Вернулась Домой Я ощутила Запах Всех Чистящих Средств В своем Доме Тогда я Поняла Что ртуть Из пломбы Отравила Мой организм Амальгама Это смесь Ртути С различными Металлами Используется В качестве Пломбировочного Материала В стоматологии При изготовлении Пломбы Большее Воздействие Может получить Врач Смешивая Компоненты Когда пломба Установлена Она безопасна Однако Элизабет Считает Что с каждым Днем Действие Ртути Только усиливается При этом Сокращается Количество Безопасных Вещей Которые Еще недавно Женщина Использовала В своей Повседневной Жизни Теперь я Не могу Использовать Ароматическое Мыло Пить из Пластиковых Бутылок И есть Из антипригарной Посуды У меня Во рту Все начинает Гореть Косметика Зубная Паста И синтетическая Одежда Все это Токсично И теперь Этого нет В моей жизни Сегодня Женщина Использует Только 1% Того Что продается В магазинах Но прежде Чем совершить Покупку Она тщательно Проверяет товар До содержания В нем Токсичных Веществ Люди Покупают Огромное Количество Товаров Содержащих Химию Но никто Не обращает Внимания На их состав И нигде Нет этикеток Которые Предупреждают О последствиях Использования Этих вещей Что это Может привести К раку И другим Заболеваниям И это Проблема У Элизабет Есть собственный Рецепт Как избавить От токсинов Всю планету Для того Чтобы создать Мир без токсинов Вся планета Должна Очнуться И поверить В них Люди Должны Начать Заботиться О себе Слова Элизабет Можно Воспринимать С иронией Но если Задуматься О том Огромном Количестве Химии Которое Уже Вошло В нашу Жизнь И насколько Мало Изучено Воздействие Этих Веществ На здоровье Человека И природу Страх Женщины Перед токсинами Уже не будет Казаться Таким уж Безосновательным Но Несмотря на все Токсины Внутри нас Мы продолжаем Жить Почему? Да потому Что Внутри нас Есть Наша Собственная Химическая Лаборатория Которая Весит Всего Полтора Килограмма Ее Основная Задача Обезвреживать Все Что Является Для нас Токсичным В печени Синтезируются Белки Жиры Углеводы Ферменты Микроэлементы Там Накапливаются В печени То есть Вся Жизнь Нашего Организма Проходит В печени Все Основные Системы Это За одну минуту В ней Происходят Миллионы Процессов Контролирующих Нашу жизнь Кроме того Этот орган В нашем Организме Обладает Самой Большой Способностью К восстановлению Своих Тканей Но Восстанавливаться Печень Может По-разному В первом Случае Она Продолжает Работать И мы Живем Во втором Даже Восстановив Ткани Возможности Печени Сокращаются И это Может быть Смертельно Отчего Же Зависит Правильно Восстанавливается Печень Или Нет Ведь Мы Продолжаем Жить А значит Она Справляется С количеством Токсинов Попадающих В организм Извне Безусловно Но Но Есть Вещества Которые Способны Поражать Печень Куда Сильнее Чем Токсины Самое Опасное Что Они Являются Атрибутами Нашей Повседневной Жизни Что Это Жир Который Мы Получаем Из Пищи В итоге Весь Попадает В гепатоциты Клетки Печени Сам По себе Жир Необходим Для нашей Жизни Но Если Его Становится Много Он Может Представлять Серьезную Угрозу В среднем Каждый Четвертый Житель Земли Имеет Избыточное Количество Жира В печени Связанное С неправильным Метаболизмом И неправильным Питанием Это Лишь Одна Из Форм Токсического Поражения Печени Существуют И другие Жировая Болезнь Печени Может Быть Спровоцирована Приемом Лекарств И Алкоголя При Поступлении В печень Алкоголя Печень Начинает Ледедит Этот Токсин Нарушает Работу Печеночной Клетки Кроме Этого Печень Может Повреждаться Лекарственными Препаратами Самые Популярные Это Обезболивающие Жаропонижающие Противовоспалительные Когда Действующее Вещество Препарата Выполнило Свою Функцию Оно Попадает В печень Получившиеся В результате Расщепления Молекулы Нарушают Работу Клетки И В ней Опять Начинает Скапливаться Жир Когда Внутрь Клеток Печени Поступает Большое Количество Жира И он Откладывается Жировой Гепатоз При избытке Жира В клетках Печени Запускается Программа По его Переработке В результате Образуются Свободные Радикалы Это Токсины Которые Нарушают Работу Самой Клетки И Разрушают Ее Оболочку Поврежденная Клетка Выбрасывает Сигнальные Молекулы Сообщая Что она Повреждена Иммунные Клетки Получив Сигнал Уничтожают Пораженный Гепатоцит Освободившееся Место Заполняется Соединительной Тканью Которая Впоследствии Уплотнится И станет Трубцом И вроде Все Хорошо Поломанной Клетки Больше Нет Место Повреждения Замещено Соединительной Тканью Процесс Регенерации Полностью Выполнен Но Это Большое Заблуждение Рубец Это шрам Бесполезная Ткань Неспособная Бороться С токсинами Восстановление Печени Происходит За счет Сокращения Ее Рабочего Объема Если Количество Рубцов В печени Невелико А их Формирование Только началось Это называется Фиброз Заболевание Которое Можно Вылечить Если же Рубцов Много Они Заменяют С собой Печеночные Клетки Гепатоциты И нарушают Структуру Всего Органа Это Цирроз Цирроз Остается до конца Жизни По крайней мере Этой печени У данного Индивидуума Печень Можно поменять Но По большому счету Эта ситуация Необратимая Неважно Неважно Что вызывает Повреждения В печени Жир И алкоголь Лекарства Или вирусы Вы никогда Этого не почувствуете В принципе Потому что В печени Вообще Нет нервных Окончаний И она Не болит Как быть Неужели Для того Чтобы иметь Защиту Нам необходимо Отказаться От возможности Вкусно Поесть Расслабиться Или Принять Таблетку Такая Жизнь Будет Больше Похожа На ожидания Собственной Кончины Причем На ее Довольно Скучные Ожидания В 1989 Году В Японии Проводились Масштабные Исследования По поиску Новых лекарств Ученые Обнаружили Что выделенная Из солодки Глицеризиновая Кислота Способна Тормозить Процесс Уничтожения Собственных Поврежденных Клеток Однако Способа Как Доставить Полученное Вещество В пораженные Клетки Найти не удалось И о чудесных Свойствах Солодки Как будто Забыли Древние Использовали Солодку Именно для этого Именно Для Лечения От токсинов Дальше Японцы Смогли Выделить Из солодки Вот эту Самую Глицеризиновую Кислоту Спустя несколько лет О свойствах Глицеризиновой Кислоты Вспомнили Но Уже Российские Ученые Оказалось Что В зависимости От стадии Повреждения Глицеризиновая Кислота Может оказывать Различные Действия При избытке Жира В клетке Печени Уменьшать Его количество И нейтрализовать Действие Свободных Радикалов А при Повреждении Самой Клетки Блокировать Выброс Сигнальных Молекул Тем самым Сохраняя Клетку И препятствуя Появлению Рубцов Таким образом Глицеризиновая Кислота Прекращает Запрограммированную Гибель клеток И прекращает Замещение Свободных Участков Рубцами На это место Приходят Новые клетки Печени Которые Продолжают Выполнять Свою функцию И мощность Печени Не снижается Но Все мы знаем О препаратах С фосфолипидами Что же Тогда делают Они И отчего Они зачищают Печень Из фосфолипидов Состоит Внешняя Оболочка Клетки Печени При повреждении Гипотоцита Внутри В его оболочке Могут образовываться Трещины И микроповреждения Именно здесь И работают Фосфолипиды Восстанавливая Целостность Клеточной Мембраны По сути Использование Фосфолипидов Это латание Дыр В оболочке Клетки При том Что основное Поражение Происходит Внутри Определенный Эффект От применения Таких препаратов Конечно Есть Но только Пока мы пьем Таблетки Проблему Это не решает Наши специалисты Попробовали Объединить Вот эти самые Эссенциальные Фосфолипиды И глицериновую Кислоту Два компонента Буквально Спасают Клетку Глицериновая Кислота Работает Внутри А фосфолипиды Восстанавливают Ее оболочку В этом случае Восстановление Печени Происходит Без образования Рубцов И без потери Производительности Органа Мы прерываем Повреждения Печени И создаем Условия Для восстановления Но будущее Печени Все равно В наших С вами руках Так Мы жили 50 лет назад А так Всего 30 лет назад Так Мы живем Сейчас А как Мы будем Жить Завтра Еще недавно Мы покупали Холодильник Телевизор Плиту Мебельный Гарнитур И нам казалось Что это На всю жизнь Но Всегда хочется Чего-то Новенького И мы не в состоянии Перед этим устоять Исследования Показывают Что спустя Всего 6 месяцев Только 1% Из всех Купленных вещей Остается Необходим Нам так же Как это было В момент покупки Что же Заставляет нас Покупать Огромное количество Различных товаров Время За последние 30 лет Изменились Сами магазины Раньше Мы ходили За покупками Сегодня Мы ходим В супермаркеты Провести там досуг Кафе Кинотеатры Концерты Выставки И другие развлечения Все это Вдохновляет нас Купить Хоть что-нибудь Я тысячу раз Задумываюсь Стоит ли мне Купить Компьютер Что угодно Если он Сейчас не нужен Если каждый Будет обращать На это внимание То в результате Наверное Это будет Какой-то Результативный момент То есть мы будем Меньше мусорить Мы не можем Остановить прогресс Да и вряд ли Это нужно Только Нельзя Относиться К собственной планете Как кладовке С ненужными вещами Ведь однажды В какой-то Прекрасный момент Место в ней Может просто Закончиться В том числе И для нас Сегодня Мы не можем Избавиться От токсинов Которые уже Стали частью Нашей жизни Промышленность Энергетика Автомобили Единственный выход Сократить Количество Источников Новых Токсинов Терриконы Отходов Развышающиеся На десятки метров Это другая сторона Нашей комфортной жизни И она не такая Красивая и удобная Как демонстрация Наших достижений За последние 8 лет В России Было произведено Более 48 миллионов Тонн Твердых Бытовых отходов Этого мусора Хватит Чтобы на 2400 лет Загрузить его перевозкой Транссибирскую Железнодорожную магистраль Основную массу ТБО Составляет как раз то Что мы выбрасываем Из своего дома В пакетиках 25% мусора Это пластик Металл и бумага Которые после сортировки Идут на переработку Большая часть 75% отходов Это органические То есть пищевые отходы Органическое вещество Когда его закопали Там продолжается Микробный процесс Безусловно Под землей Бактерии Поедают Органические отходы И производят Сероводород С этой проблемой Мы достаточно Основательно Столкнулись Осенью прошлого года Это Загазованность Атмосферы В зоне влияния Крупных полигонов Бытовых отходов Поскольку в теле Полигонов Как известно Образовывается Так называемый Свалочный газ Наш нос Способен чувствовать Даже минимальные Концентрации Сероводорода Потому что он Является очень сильным Отравляющим Токсичным веществом Есть бактерии Способные Разлагать Органический мусор И на поверхности Земле Без выделения Опасного газа Но в настоящее время Это невозможно Для утилизации Отходов Таким способом Плотным ковром Мусора Надо будет Покрыть Половину нашей страны Нет таких поверхностей Сейчас не хватает Полигонов Когда их закапывают На достаточно большую Глубину И то не хватает Уже площади А просто так Распределить Естественно Невозможно Полигоны сегодня Переполнены А постоянный поток Мусора Требуется новых И новых территорий Но есть проблема Куда опаснее Незаконные Свалки В основном Это бытовые Свалки Коммунальных отходов И к сожалению Проблематика Несанкционированных Свалок Она на сегодняшний день Представлена В нашем Обществе Достаточно широко Такая свалка В лесу Это как Химическая Бомба Разлагаясь Она выделяет В почву и воздух Весь букет Токсичных веществ Обратите внимание Как появляются Мусорные свалки Нестационированные Кто-то один Оставил пакет Дальше уже Второму Не стыдно Около этого пакета Оставить другой пакет Когда три пакета Или четыре пакета Пятому Шестому Еще менее стыдно Оставить Тут же Вот уже есть же Да И таким образом Растает гора мусора Масштабы Уже сейчас Можно назвать Катастрофическими В 2018 году В России Насчитывается Более 240 тысяч Несанкционированных Свалок По прогнозам Экологов Уже в 2021 году Их количество Составит Порядка Двух миллионов Достаточно Зайти в любой парк Или лес В середине Дачного сезона Чтобы понять Масштаб бедствия И нашей глупости По сути Мы уже живем В мусоре Считая Что убирать его Мы должны Только в нашем доме А там где ничье Можно все То есть Ну здесь уже Не на государство Не будешь валить Ну То есть Это сами люди Жители Туристы Натворили А это все Превращается В окружающей среде Это трансформируется С образованием Новых веществ Совсем не изученных Не должно быть неловкостью Сделать замечание Другому человеку Вот вы приходите в лес Пусть даже вы Экологично мыслите Но вы видите Угол себе компанию людей Которые мыслят Не экологично Оставляют мусор Скажите об этом Сегодня пришло время Сделать заботу Об экологии Такой же Обыденной Как использование Мобильного телефона Или интернета Без которых Мы прекрасно Обходились Еще 20 лет назад А сегодня Не представляем Без них Свою жизнь 200 лет назад Человек соединил Мысль и труд Явив на свет Массу гениальных Изобретений Сделавших Нашу жизнь удобнее Теперь пришло Время Осознать Что оставаясь Частью этого мира Мы меняемся Вместе с ним И насколько Обратимы Будут эти изменения Зависят От каждого Из нас Мы меняемся Как вид Мы серьезно Меняемся Как вид Поэтому мы можем Сказать Что среда Изменилась И человек Изменился В этом среде Ставлю он Токсичнее От этого Сложный вопрос Создавая вокруг себя Комфортную среду Мы забываем О последствиях Но час расплаты Рано или поздно Настанет А какова будет Цена этой расплаты Не знает сейчас Никто Есть предположение Что самый главный Токсин на планете Это человек И обладая Способностью Разрушать Окружающую среду У него есть Большая способность Придумывать Способы Ее восстановления И от того Какую из этих Способностей Мы выберем Будет зависеть Насколько комфортным И безопасным Будет этот мир Для нас И наших детей В раю Было прекрасно Пока там Не появился Человек И если мы Хотим жить Мы не должны Забывать об этом Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok